Друзья, всем привет! Сегодня я расскажу, как легко и быстро запомнить, что такое субхунтиво, понять вообще. Это сослагательное наклонение в испанском языке, его начинают учить уже с уровня B1, B2 и так далее. Это очень важная тема, которую нужно понять, очень хорошо понять и использовать в своей речи, потому что мы постоянно высказываем своё мнение, постоянно говорим о возможностях, сомневаемся и так далее. И сослагательное наклонение субхунтиво у нас постоянно используется в речи. И если вы открывали правило, вы, наверное, увидели, что это правило состоит из просто 5 страниц, огромное количество исключений, как всё это выучить, как всё это понять, как всё это научиться использовать. И сегодня я хочу познакомить вас с техникой, которая называется «Техника дома». Я вам сейчас всё покажу, я думаю, что вы поймёте всё это. И обязательно потом возьмите ещё раз это видео и хорошенько законспектируйте. Нужно один раз посмотреть, понять вообще, что к чему, и второй раз уже прям с остановками смотрите и пытайтесь вникнуть в каждую деталь. Я думаю, что всё будет просто, понятно и легко. Поехали! Вот такая картинка у нас получилась. С первого взгляда, если так посмотреть, ничего не понятно, но давайте я расшифрую, и мы будем постепенно идти, и вы постепенно увидите, что в этой картинке просто заложено всё правило субхунтиво, всё правило сослагательного наклонения. Первое — это наша крыша. Без крыши нет ни одного дома, в котором можно хорошо жить, правильно? Поэтому наша крыша — это цель. Цель. Дальше. Время. Желание. Эмоции. Сомнения. А вот этот вот человечек, видите, он без лица, волосы закрыли его лицо, он стоит к нам как бы спиной. Это без личной обороты. Почему он стоит и смотрит на этот дом, мы с вами поймём уже ближе к концу видео. И давайте пока начнём с самого простого. С цели. Цель — это самое простое правило вот субхунтиво, сослагательного наклонения, как в русском, так и в испанском, когда мы хотим сказать «бы», да, «бышка» вот это, купил дом, чтобы жить в нём там большой семьёй. Ездил в Париж, чтобы посмотреть на Эйфелеву башню. Так вот, вот эти вот слова-подсказочки Афиндеке, Параке, Порке, Аке, Контальдеке. Для чего цель? Вот они нам указывают, что после них, после Параке, Порке, Аке и так далее, у нас будет стоять субхунтиво. Когда мы говорим о времени, после слов «когда», «до тех пор как», «во время того как», «до того как», «после того как» и так далее, мы используем в предаточных предложениях сослагательное наклонение субхунтиво. Вот эти все страшные слова в предаточных предложениях. Сейчас всё поймёте. Смотрите. Когда я посещу в будущем времени мой родной город, я встречусь с друзьями с детства. Мы говорим о будущем, поэтому «виситар» глагол у нас стоит в субхунтиво, в сослагательном наклонении. Но если же мы говорим про прошлое или про настоящее, сослагательного наклонения не будет. Например, «Когда я пришла, тебя здесь не было». Или «Когда ребёнок плачет, мама всегда находится рядом с ним». И так далее. Смотрите. В прошедшем и в настоящем времени сослагательное наклонение у нас не используется. Но только когда мы говорим о будущем времени, и это у нас сложное предложение, тогда после слов «времени», «когда», «во время того как», и так далее, у нас будет стоять сослагательное наклонение субхунтиво. Ну и давайте поговорим про вопросы. А в вопросительных предложениях будет стоять субхунтиво или индикативо? А в вопросительных предложениях у нас будет стоять индикативо, нам повезло. В вопросительных предложениях, например, «Когда ты мне позвонишь?» Мы будем использовать просто обычное «футуру». Обычное будущее время. Никакого субхунтиво. Следующее – это желание. Желание – это не только что-то, чего я хочу. Это также требование, совет, разрешение, запрет. То есть я так хочу, это моё желание, я тебе запрещаю, я этого требую, я тебе это советую и так далее. Каждый раз, когда мы говорим «Я хочу», «Я тебе разрешаю», «Я тебе позволяю», «Я тебя умоляю» и так далее. Слова «рогар», «молить», «умолять», «педить», «солиситар», «десеар», «эксихир» и так далее. У нас всегда после этого будет стоять сослагательное наклонение. «Я хочу», «чтобы ты был счастлив». «Сеар», «чтобы», опять видите, да, здесь тоже проявляется «кэ», «чтобы». «Моё желание», «ю quiero», «que seas feliz». «Te aconsejo», «que leas», окончание «as», да, «que leas» «lo más posible». «Я тебе советую читать как можно больше». Опять же, это сослагательное наклонение, потому что это уже совет, да. Каждый раз, когда вы думаете что-то от себя, да, добавить, что-то запретить, что-то сказать, посоветовать, что-то пожелать, о чём-то попросить, вы используете субхунтиво, наше сослагательное наклонение. Следующее — это эмоции. Мы постоянно с вами выражаем эмоции, да. «Я скучаю почему-то», «Я боюсь чего-то», «Я переживаю почему-то», «Я надеюсь на что-то», да, и так далее. Постоянно, каждый, каждый день мы это с вами используем в речи. Это тоже сослагательное наклонение. То есть, когда мы говорим что-то о своих эмоциях, мы будем использовать сослагательное наклонение. Вот пару примеров, да. «Темер», «Тенер мьедо де», «Эсперар», «Экстранярсе де», «Алеграрсе де», «Бояться», да, «Чего-то ждать», «Почему-то скучать», «Чему-то радоваться». Больше примеров, также всё это напишу внизу, сможете это записать, законспектировать. Например, вот у нас пример, да. «Темо», «Темо», «Ке», «Пердамос», «Ларет», «Пердер» глагол, «Терять», «Окончание», «Ерта», если бы у нас было «индикативо», если бы не было сослагательного наклонения, мы бы сказали «Ке», «Пердемос», вот у нас «Пердамос», всего лишь у нас в сослагательном наклонении меняется окончание. «Есперю», «Ке», «Ло», «Агас» «Биен», «Агас» — это el verbo irregular, неправильный глагол. Есть много, как бы, большие таблицы такие, но вам действительно нужно 15-20 самых таких важных глаголов на начальном этапе. Дальше уже со временем вы начнёте чувствовать, где какой, где нужен субхонтиво, где не нужен субхонтиво, и постепенно вы уже сможете даже в текстах находить его, и так запомнится и остальные все, вся остальная таблица. То есть, когда мы с вами говорим, давайте повторим быстренько, про эмоции, да, «Я скучаю», «Я переживаю», «Я боюсь», «Я радуюсь», «Я ликую», да, мы всегда с вами используем сослагательное наклонение. Когда мы с вами говорим про желание, «Я хочу», «Я требую», «Я запрещаю», «Я умоляю», и так далее, мы с вами тоже используем сослагательное наклонение. То есть, когда мы что-то от себя высказываем, да, мы, наши пожелания, эмоции, то есть, делимся чем-то таким личным, мы используем с вами сослагательное наклонение. И время, когда мы говорим, то есть, когда, во время чего, в каком промежутке времени, да, после чего, до чего, мы тоже с вами после вот этого слова ключевого, да, «Кондо», «Ментроски», «Когда», «Во время» и так далее, мы с вами используем сослагательное наклонение. И самое наше основное – это частичка «бы», цель. «Я куплю дом», «para que», «чтобы» в нём жилось тепло всей нашей большой семье. «Я поеду в Аргентину». «Зачем?» «Чтобы», «для того, чтобы выучить испанский язык». Повторили, давайте быстренько, у нас осталось ещё это «сомнение» и «безличные обороты». Следующее – это «дудас», да, «сомнение наше». Как говорит одна моя ученица, нет сомнений, нет субхунтива. Есть сомнение, есть субхунтива. Отчасти она права. Смотрите, если у нас есть такие словечки, как, допустим, «я сомневаюсь», «я не уверен, что я…» «У меня есть сомнение», да, «дудар», «сомневаться», «иметь сомнение», «не верить», «не думать», «не быть уверенным» на «Стар Сигуру», на «Стар Конвенсида», да. Это всё у нас сомнение, мы выражаем сомнение. Это, опять же, эмоции, да, «я не уверен», то есть я от этого частично переживаю, это у нас даже связано с эмоциями, смотрите. И мы обязательно после этого используем наше слагательное наклонение. Дальше, смотрите, почему я написала здесь «Альго», «Альге», «Надо», «Наде», да. В чём вообще суть, почему так? Кто-то или никто, да, «Альго», «Альге», «Надо», «Что-то», «Кто-то», «Никто», «Ничто», «Никто». Например, «Мне кто-то может помочь?» «Ты знаешь кого-то, кто мог бы мне помочь?» Да, или вот это вот «кто-то» или «что-то», это, опять же, неуверенность у нас, да. Мы не знаем, кто конкретно, мы не знаем, это тоже сомнение. Вот, дальше у нас вот частичка «кому-си», да, это «как будто», да. «Ме стас мирандо», «кому-си», «ту въерас» «ми телефону». Просто первое слово в голову. «Ты на меня так смотришь, как будто мой телефон у тебя». «Ту въерас», да, даже я сейчас это напишу. Вот это вот «ту въерас», вот оно у нас, субхунтиво. Созлагательное наше наклонение. «Как будто», «как будто это у тебя мой телефон». Мы же не знаем, у него он или не у него, это тоже у нас сомнение отчасти идет, да. То есть каждый раз, когда мы в чем-то сомневаемся, в чем-то не уверены, о чем-то так не думаем, да, не знаем, кто или что конкретно, мы используем с вами субхунтиво, сослагательное наклонение. Дальше давайте с вами поговорим про вот этого вот человечка. Что это вообще такое, что он тут делает, если это техника дома? На самом деле все просто. Это безличный оборот. Например, «Нужно, чтобы». «Es necesario que». «Это возможно что?» «Es posible que». «Это удивительно что?» «Es sorprendente que». И так далее, да. Вот очень-очень еще много примеров, даже здесь все не выпишешь, одной доски не хватит. Но вы не замечаете, что «sorprendente», «possible», да, вот это вот, здесь проявляются у нас качества вот этих вот трех блоков дома. «Эмоции», да, «es sorprendente que». «Es sorprendente», «удивительно», 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 это у нас отвечает за блок эмоций, да. «Es posible que». «Это возможно?» «Это невозможно?» «Это тоже дуда такая, да, своего рода». «Сомнение». Это у нас отвечает за столбик сомнений. «Es necesario que hagas esta tarea», por ejemplo, да. «Нужно, чтобы ты сделал это домашнее задание». «Это у нас за желание», да, отвечает. Вот, это я только самую маленькую часть здесь привела, да. «Es necesario que», «es posible que», «es dudoso que», «es boino que». Их много-много-много. И этот человечек, он просто смотрит вот на наш дом, да, вот на вот эти вот три блока, и всё то же самое, только у нас идёт вот эта вот частичка «es». «Es necesario que», «es posible que», «sorprendente que». Всё то же самое, ничего нового здесь нету. Вот оно, вообще у нас всё правило, только, вот можно сказать, в этом доме, да. Давайте ещё пробежимся по небольшим пунктикам, чтобы вы лучше поняли вообще, что это такое слогательное наклонение. Просто, напишем просто, да, просто. Первое. «Que tengas buen día», да, постоянно. «Хорошего тебе дня», да. «Que tengas buena semana», «que tengas mucha suerte», пусть у тебя, пусть ты будешь счастлив, да, и так далее. Вот, не забываем ставить наши восклицательные знаки с двух сторон. И «puhalami yame». Надеюсь, что он позвонит. Хоть бы он мне позвонил, да. Здесь мы, у нас вот это вот «que», оно у нас как «puść». «Пусть у тебя будет хороший день». «Tengas», смотрите, «indicativo tienes». «Tengas» — это уже «subjuntivo», да, это просто нужно выучить, «tengas» — это неправильный глагол, но там их немного, не переживайте, их будет несложно выучить. Далее. «Ohala me yame». Надеюсь, он мне позвонит. Хоть бы он мне позвонил. «Yamar» — глагол. Если используем дикативу, мы говорим «yama», да, «me yamas», «el me yama», но мы здесь используем «ohala», «hogy бы» — это возможность, пожелание, поэтому у нас после слов «ohala», «tal vez», «kisas» у нас будет стоять сослагательное наклонение «subjuntivo». Если вы знаете хорошо испанский язык на уровне B1, это уже очень хороший уровень, то вы уже должны были слышать какую-то вот почему постоянно после «ohala», «kisas», почему постоянно такое странное стоит окончание. И теперь давайте с вами сделаем такую небольшую проверочную работу, посмотрим, поняли ли вы, не поняли. Поставьте, пожалуйста, на паузу это видео и найдите здесь, после чего у нас будет стоять сослагательное наклонение и после чего у нас не будет стоять. То есть здесь есть два столбика, может быть, здесь там стоит субхунтиво, здесь не стоит, и снова здесь не стоит, здесь стоит, то есть всё вперемешку. Смотрите и отмечайте, и снова включайте видео, и я расскажу ответ. Хорошо, давайте с вами теперь посмотрим, что из них субхунтиво, что из них не субхунтиво. крерки, но крерки. Верить, что? Не верить, что? Я верю, что? Это можно сказать, и я думаю, что, да, и я уверен, что... Я верю, что хорошие дела притягивают хороших людей, да, допустим. В этом нет никаких сомнений, это в том, что я верю, это, как бы, я в этом уверен, да. Но крерки, я не думаю, что он хороший человек, да. У нас после вот этого у нас нет субхунтиво, нету изъявительного, нету сослагательного наклонения. После но крерки у нас есть сослагательное наклонение, да. Субхунтиво и вот здесь индикативо. Индикативо. Далее. Но дударки. Дударки. Я не сомневаюсь, что я сомневаюсь, что мы с вами помним. Да, там стоял у нас вопросительный знак в домике. Значит, но дударки. Это у нас индикативо. Я не сомневаюсь, я уверена в чём-то. И дударки, я сомневаюсь в том, что этот учебник хороший. Субхунтиво. Негарки, но негарки, да. Я отрицаю, я отрицаю, что я не отрицаю, что. Я не могу, я не отрицаю, что это хороший учитель. То есть я уверен, что это хороший учитель. Это нельзя, этого нельзя отрицать, потому что он нам даёт такие хорошие знания, и мы всё понимаем, да. Это я сейчас не про себя, я абстрактно, мне то, что в первую голову пришло. Негарки. Я отрицаю. Субхунтиво, да. И нонегарки. Индикативо, потому что это правда, потому что здесь нету, какое, это правда, это истина, так оно и есть, и мы здесь просто используем наше индикативо. Нету никаких сомнений, это хороший учитель. Но эсвердатки, эсвердатки, это не правда, что, это правда, что. Эсвердатки, это правда, это истина, то же самое, что у нас здесь было, да, это имбикативо, это истина, нам не надо этого отрицать, все это знают, да, допустим, и но эсвердатки, это у нас, относится, только что стёрла, безличные обороты, да, это неправда, что, это моё личное мнение, оно может быть правдой, может быть неправдой, да, поэтому это у нас субхондиво. Вот. Таких вот исключений, как крерки, нододарки, эсэвидентки, эскляруки, их немного, и просто нужно натренироваться, и вы будете их различать. Но самое главное, это то, чтобы вы помнили про вот этот вот дом, да, про четыре блока и крышу, и тогда будет вам легко разбираться. Вот самое главное, да, это вот наши цели, эмоции, да, это сомнения и желания. Всё. Больше ничего нет. Ну, и человечек, который смотрит, это безличный оборот. Вот. Вот оно, наше сослагательное наклонение. Теперь, как запомнить окончание, как запомнить неправильные глаголы. Смотрите, наше окончание, ар, е, или всё то же самое. Да, неправильные глаголы брать не будем, там всего лишь таблица, а в них, опять же, прослеживается логика. Вы можете спокойно открыть те же самые глаголы, как tener, hacer. Самые простые глаголы, ser и star, да, выучите их немного. Они, причём, часто встречаются в речи, в книгах, в песнях, поэтому вы их быстро выучите. Я всегда, когда думала, как же всё-таки начать думать постоянно в этом сослагательном наклонении, всегда меняла просто а на е, е на а, когда говорила о желаниях, о возможностях и так далее, да, а на е, е на а. Всё просто. Например, мы берём глагол tomar, да, если бы у нас было indicative, было бы то, мо, да, но мы здесь меняем на е. Вы прослеживаете, видите, да, что здесь везде есть е. Кто-то говорит, нужно запоминать е, е, с е, ну, вот таким образом, да, окончание, вот. Ну, как бы, mos у нас оно так же остаётся, да. Вы просто запоминайте буковка е. У нас а сменилось на е, и всё. В принципе, много ничего не изменилось. У нас ё и эль, эя, устэ, одинаковые формы. Вот. Всё, да, ну, томэс, ту томэс. То же самое здесь. Е и нам повезло, слова с окончаниями ер, ир, они имеют одинаковое споряжение апрэнда, апрэндас, да, или вивир, вива, апрэндамос, вивамос, апрэндайс, вивайс, апрэндан, виван. Всё. Вот, оно на настоящее время, сослагательного наклонения. Главное, понять суть и практиковать. Постарайтесь всегда себя улавливать на мысли, что вы сейчас сомневаетесь, высказываете свои эмоции, говорите про время, говорите для чего, для того, чтобы, да, и вспоминайте вот этот вот рисуночек и вам это сильно поможет. Далее, я быстро пробегусь прям очень быстро по прошедшим временам субхунтива, сослагательного наклонения, но я не буду заострять, я просто прям вот покажу маленькую частичку, чтобы вы понимали вообще, что это такое, там ничего не изменится, там просто изменится немножко формула, да, но вся суть она остаётся та же самая, опять же, да, у нас наш дом, четыре блока, крыша и человек, всё, больше ничего, ничего нового, просто немножко другая формула будет, но вы быстро схватите, самое главное понять вот эту вот главную идею, да, и всё, запомнить её. Давайте вернёмся к нашей линейке времени, тут всё понятно, да, настоящее время, прошедшее время, там, оно у нас будущее время, что такое «зэ», что такое «зэ» вообще, да, сейчас поймём, смотрите, настоящее время, мы только что с вами прошли, да, «презенте де субхунтиво», всё, что я сейчас рассказывала, это было «презенте де субхунтиво», вообще правило, первая часть видео, это у нас относится, будет ко всему субхунтиву, ко всему сослагательному наклонению, но окончания, которые были только что, это были для «презенте де субхунтиво», далее, «прошедшее» и «зэ», у нас даже в «прошедшем» будет два, это тоже будет «одна вторая прошедшего», так его назовём, смотрите, начнём с «одна вторая прошедшего» и с «прошедшего», «одна вторая прошедшего», это «прошедшее» незаконченное время, то есть оно длительное, но у нас какого-то результата нет, «моя мама хотела, чтобы я помыл посуду». Факт есть, что мы помыли посуду? Нет, просто «мама хотела», вот, «она хотела, чтобы я помыл посуду». Всё, цель, да, «чтобы». лавара лёс платос. Это у нас одна вторая прошедшего, это можно вот так даже нарисовать, да, это «прошедшее», оно длительное, «она хотела, чтобы я помыла», как-то, вот у нас «кисо», вот это словечко, да, это «желание» у нас, помните, «желание» у нас, сердечко мы обозначали, и «лавара», вот у нас субхотиво, в прошедшем, несовершённом, длительном действии. Оно длилось, оно продолжалось, одна вторая прошедшего, нет результата, было и было. Далее у нас идёт прошедшее время. Прошедшее время я называю «босс». Это человечек с чёрными очками, который во всём уверен. Знаете, такой босс, бизнесмен. Уже действие закончилось, он уже получил результат, и он может уже пользоваться этим результатом. Например, «Es bueno que hayamos reservado los billetes». Это хорошо, что мы зарезервировали билеты. Уже законченное действие есть результат, только в сослагательном наклонении, да, «Es bueno que», оценка идёт, «Es bueno que» «hamos» reservado los billetes, вот наше субхондиво, это оценка. И что такое «ze»? Что такое «ze»? Давайте узнаем. «ze» — это злопамятный. Я шутю, конечно, но это предпрошедшее время, просто, когда говоришь «предпрошедшее время» для русского человека, так, что, 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 прости? То есть, если вы знакомы с другими языками, английский, немецкий, то вы понимаете, что такое предпрошедшее время, но если вы вот только первый раз взяли испанский язык, то для вас будет «предпрошедшее время», это что такое? «я» — злопамятный. «она не могла поверить, что ты сделал это». Давайте посмотрим, да, там настоящее, будущее и так далее, вот у нас есть прошедшее, да? Вот сначала, сначала, или давай, «она не могла поверить, что ты пришёл». Сначала пришёл человечек, он шёл, он пришёл в дом, вот он дом, и тут она, она его увидела, и она не могла поверить, что он пришёл. Что случилось раньше? Он пришёл, или она удивилась, конечно же, он пришёл. Так вот, вот это вот, она не могла поверить, не могла, да, это у нас будет несовершённое действие, да, наша одна, вторая, прошедшего, она не могла поверить, что он пришёл, вот это у нас будет «зэ», злопамятный, или предпрошедшее время, вот, то есть, сначала он пришёл, и затем она не могла поверить, и мы обо всём говорим в прошедшем времени, да, так устроен испанский язык, и вот, в принципе, всё, вот, вообще, всё суслагательное наклонение. Вы сейчас посмотрели это видео, и, возможно, какие-то вещи стали немножко более понятными, я надеюсь, что это правило больше не будет никого пугать, потому что первый раз, когда смотришь на все эти страницы в учебнике, и думаешь, нет, я никогда этого не выучу, а если вы хотите сдать уровень Д, или, допустим, В2, С1, С2, и даже, В1, вам всё равно нужно В1 хотя бы отзнать субхунтива, но дальше В2 и так далее уже без знания субхунтива сдать совершенно невозможно, и нужно понять, вот я надеюсь, что вот эта концепция, да, она была понятна, всё, что надо запомнить, это дом и человечка вот этого, который смотрит на всё, что происходит, и, в принципе, то же самое копирует, и просто говорит, что это нужно, это возможно и так далее, это здорово, вот, вот оно всё правило, друзья, ничего страшного в этом нет, нужно просто из самого сложного находить всегда какие-то лёгкие, как-то упрощать, да, вот, и используйте на практике, сразу, когда захотите высказать желание, возможность, когда захотите поговорить о времени, или вот эту частичку «бы», для того, что «бы», там, да, мы всегда используем наше созлагательное наклонение, субхундиво, вспоминайте дом, вспоминайте человечка, вот всё, что здесь нарисовала, я думаю, оно, в принципе, вам понятно будет, там формулы просто нужно переписать, вы быстро схватите, если будете читать книжки, также, да, отмечайте, вот, очень хорошее упражнение, берёте книжку и отмечайте себе вот конструкцию этот субхундиво, да, разбирайте, почему здесь субхундиво, ага, здесь там даётся оценка, да, или ага, здесь автор выражает свои эмоции, или возможность, и так далее, да, без разницы, вот, в песнях, в фильмах, везде, везде есть субхундиво, просто первое время, если вы его не замечали, да, то, возможно, просто, вы услышали первые, там, три буквы предложения вы знаете, слово вы уже знаете, да, о чём там будет дальше идти речь, и вы особо внимания не уделяли именно окончанию, вот, но я надеюсь, что всё было понятно, я желаю вам всего хорошего, учите испанский язык, учите все языки, испанский, английский, китайский, потому что языки открывают двери, да, в целый мир, вот, и желаю вам продуктивной учёбы, если есть какие-то вопросы, задавайте вопросы, также я оставлю слова, которые мы писали, да, слова-подсказочки, всё это будет на сайте, на моём, чтобы вы смогли зайти, законспектировать, и ещё раз пересмотрите это видео, потому что, вот прям, останавливайте, и приписывайте, всё, что я сказала, и конспектируйте хорошенько, чтобы всё понять, пока не поняли, не переходите дальше, можете по два раза пересмотреть, да, но я думаю, что всё было понятно, поэтому, ну всё, всем желаю удачи, всем пока-пока!